здравствуйте друзья с вами татьяна я приветствую вас на своем канале у меня садочки тут вот у меня черенки роз я обсадил их уже в сентябре на укоренение вообще как бы я дважды срезал черенки перед заморозками и уже после того как случились первые заморозки осенью вот хочу вам рассказать о своих впечатлениях часть черенков я высадила в грунт вот правда я не прокалила грунт очень надо было прокалить все-таки в духовке и добавить еще побольше достаточно много где-то треть наверное перлита тоже было бы хорошо перлита или прокаленного песка грунт должен быть рыхлым воздухопроницаемым и влагопроницаемым чтобы влага там не застаивалась вот у меня грунт все-таки поплотнее чем нужно в результате то есть в результате у меня укоренилось 4 черенка два из которых я благополучно погубила погубила как поливала поливала осень видимо растениям все-таки влага не так нужно сейчас и лучше если она будет влага это у самых корней то есть лучше поливать в поддончик я сделал такой был после гибели гибели вот два двух уже укорененных черенков огорчилась я честно говоря ну тут вот у меня два укоренилась череночка но тоже я скажу такая некрепкая надежда у меня на них то что они достойно перезимуют меня все-таки сейчас как у нас там 9 число 9 декабря еще им зимовать и зимовать листьев нет скорее всего мне надо будет их накрыть целлофановым пакетом на всякий случай чтобы они не пересохли у меня не высохли за зиму так что еще хочу сказать часть черенков я поставил в воду я уже так укореняла черенки в воде практически все они кстати погибли у меня укоренение образование калуса идет очень крайне медленно вот сейчас декабрь срезал я их где-то в сентябре ну может в октябре и там только-только вот на парочке наклюнулся калус чуть-чуть то есть все таки состояние покоя дает о себе знать розы в покое черенки в покое находятся сейчас ничего там нового не образовывается на них поэтому я сделал вывод что лучше все-таки укоренять черенки летом оптимально где-то вот в первую волну цветение сразу после цветения можно где-то вот до середины июля я бы сказал вот это самый оптимальный срок растение у вас не только успеет черенок не только успеет дать корни но еще и выпустит листики что поможет ему в зимовке последующие зимовку кстати я в саду такие черенки не оставляла первую зиму обязательно и меня были в квартире условиях квартиры у меня на кухне тут прохладно 16 градусов всего зимой как зимний сад можем сказать кто-то у меня черенки такие зимуют если вдруг случается укоренить их так что еще вот хочу сказать по укоренению я честно говоря рассчитывал на гораздо больше гораздо лучший результат немножко разочарована советую вам обязательно прокаливать почву прокаливать почву перед тем как сажать черенки на укоренение это прям обязательно я сначала прокаливаю в духовке ну там смешать с песочком сперлитом потом еще параллели кипятком без фанатизма конечно ну так пролить в общем надо почва становится очень рыхлый такой мягкой воздушной то есть вот это все поможет укорениться черенкам сажать конечно после остывания уже грунта теплый грунт не сажать обычно там я просто в корневин макнул за лука макну вот этот кончик черенка черенок где-то наверное 20 25 сантиметров вот такой вот длины парочку тройку листьев оставляю на нем потом пакет одеваю на горшочек вот и собственно говоря ставлю в затемненное такое место не очень чтобы не прямые солнечные лучи прогревали там весь этот ваш всю эту вашу тепличку они нормально укореняются в течение месяца где-то уже видно укоренение ну вот пока у меня такой вот хиленький результат надеюсь в следующем году укоренить побольше черенков все-таки я решила побольше роз посадить из черенков получается тоже полноценные хорошие кусты розовые нормально зимующее растение декоративные хорошие красивые полноценные ну пока вот у меня все с вами была татьяна до новых встреч и друзья подписывайтесь на мой канал будет много интересного просад и огород пока